Приветствую всех любителей макияжа! Предлагаю вам протестировать мои новинки, которые я приобретала в Америке и Корее, которые могли вас заинтересовать в прошлых видео. Итак, сегодня у нас на повестке дня тональный крем Studio Skin от Smashbox. Под него нанесла на вот эту половинку Make Up For Ever Primer Smooth и легендарный американский Amazing Concealer, очень плотный, пигментированный, тоже по проблемам. Посмотрим, как это все будет на мне сегодня работать. Но сразу предупреждаю, в начале нанесения я выгляжу просто жутко, да и сейчас тоже не очень. И на одном глазу будем тестировать стойкую тушь. Все вот эти средства я бы ни за что не купила, сама протестировав в магазине. Честно, YouTube заставил меня купить это. Просто вот эти вот положительные отзывы на меня на самом деле в этом случае повлияли, потому что какие-то культовые продукты просто. Я сегодня просто чудище. Вчера явно сушеные кальмары на ночь были лишними, и сегодня bad skin day, bad hair day, но ничего не хочется с ним делать, потому что на улице жуткий дождь. Поэтому давайте быстрее наносить макияж. Начнем с праймера. Make Up For Ever Smooth, нам его нужно немного. Наносим на половинку лица, особенно там, где у меня последствия болячек шелушинок, вот здесь. И по консистенции нанесению похоже на более силиконовую гладкую версию Professional от Benefit. Боже, вообще не знаю, что со мной сегодня. Какое-то обезвоживание, по-моему, все красное. Поэтому какое счастье, что есть макияж. В нашем случае, да, для наших целей, чем хуже было до, тем лучше мы протестируем. Начинаю с любимого нанесения с помощью спонжа для кушен, Smashbox Studio Skin Tone, который часто показывают в своих видео американские блогеры. Без праймера вообще его не видно. Покрытие легкое. Там, где есть праймер, он начинает немного в этот праймер залипать и смотреться суховато. Центр лица сделаем пуховкой, остальное сделаем спонжем. Кушен-спонж не самое быстрое средство нанесения этого продукта, я уже заметила. Перейдем на бьюти-блендер всеми любимый. Мне кажется, всеми, кроме меня, любимый. Почему мной не любимый? Потому что, мне кажется, лучше покрытие меньше съедает предыдущая пуховка. Но здесь это побыстрее с данным средством, а с некоторыми тот быстрее. Этот тон бьюти-блендер носит лучше и эффективнее. Кисть. Она у меня вчерашняя, но хорошо обработанная спиртом с утра, чтобы все успело испариться. Да, кисть мне понравилась больше всего, но тем не менее, пока выглядит катастрофично. Хочется прям постараться избегать по возможности этого тона. Где-то что-то я пытаюсь поправить. Он подснимается и вообще не скажу вам, что он похоже на кожу нанесся. Честно говоря. Местами суховато. Это значит, что через 3 часа он станет выглядеть лучше, чем сейчас. Но вообще у меня категорически не сухая кожа, скорее комбинированная. И вообще вчера даже с сушащими тонами не было сухих участков. Но, в общем-то, главное, когда он подфиксируется, вы его не трите. Иначе он идет дырками и пятнами. Как-то недостаточно перекрыл, мне кажется. Второй слой, там где нужно что-то, у меня не очень хорошо ложится. Она не особо уплотняется. Просто делает дырку в прошлом слое. И заново перекладывается. И еще границу оставляет. Короче, все, что я не люблю. Окей, маленькая кисть баф. Может быть, она нам поможет для наслойки, как консилером. Но я уже почти уверена... Да, господи, все в дырках. Я уже почти уверена, что даже если сейчас мы это все приложим, стойкости никакой не будет. Основа будет хрупкой дальше. У-у-у, ну что-то мне кажется, Дракула выглядит намного лучше, чем я. Я, конечно, сегодня сама и по себе ужасно тоже. Но в такие дни мой клиник справляется лучше. Он не считается натуральной рожечкой на коже. Ужас! Просто! Что-то я сделала не так. Может, ему крем мой увлажняющий не понравился. В общем, перестанем страдать. Перейдем к консилеру. Ну, то есть, вживую выглядит не очень, но на камере я еще всячески разные пятна вижу, которых не вижу вживую. Ненависть! 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 Окей, Amazing Concealer. Его я использую уже достаточно прилично, чтобы сложить первое впечатление. Дней 10, наверное. Причем не подряд. Он такой клейко-липкий немного, типа Mac Pro Long или If Pearl. По идее, идет под глаза, пахнет ужасно, как грим, но кроет очень хорошо. И да, скатывается, но требует фиксации, естественно. Он такой с полуфиксацией. Я уже вижу, что с ним даже лучше, чем было. За счет клейкости он, в общем-то, как гримовое. Вот эти продукты, скорее, если вдруг куда-то скомкается, вы его берете и подтушевываете в течение дня. Немного похож на более гримовую версию в баночке консилера от Becca или, например, у NYX тоже в банке. Такого плана консилера напоминает. И, на самом деле, это не очень было умное решение сочетать два продукта вот эти, потому что сам тон залипает и чутка мешает консилеру. Но, в общем-то, консилер лучше будет. Консилер немного подправил ситуацию. Хочу вам немножко рассказать некоторых таких советов. Лучше его очень аккуратно прикладывая, потом припудрить и не пользоваться спреями для фиксации макияжа, поскольку он вот такой полуподвижный, полулипкий. Я бы не сказала, очень комфортный. И он имеет тенденцию от всей вот этой влаги, которая попадает на него в спреях, подскатываться, собираться и может даже уплыть совсем с вас. Пытаюсь найти здоровый компромисс между уровнем корректировки и видимости тона. Чуть-чуть начинаю его подснимать. Выглядит ужасно. Добавляю. Ну, опять же, выглядит очень накрашенно. И тона консилер не с эффектом макияжа, без макияжа. И на данном этапе сказать, что эта половина вот праймера ровнее, чем вот эта, вообще не могу. Единственное, что на праймере похуже, поскольку он такой с пудрой, да, с абсорбентом тянется все остальное. И из плохого консилер очень, даже если он в цвет попал, очень сильно заметен по текстуре. Очень большая разница. Там, где он есть, а там его нет. А на камере так вообще я вижу какие-то странные неровности. Без варианта, что один или другой продукт вы нанесете, у вас будет эффект макияжа. Или, как я люблю, нанесете не на все лицо, а только туда, где вам это нужно. Нет, нет, дорогие. Это продукты, которые вы должны нанести просто везде, куда положено. Живой вот эта часть уже хороша, но на камере все еще там пятно. Короче говоря, надо наносить на других людей. На мне пока уже не пошло все. Буду еще пробовать на себе и обязательно накрашу окружающих. Я завершила свой макияж. Для лица я использовала палитру The Balm In The Balm Of Your Hand, которую я часто показываю. Брови, кстати, до у меня были сделаны новыми продуктами Beauty Drugs. Досторонний карандаш 02 для подбровного пространства, для заполнения оттенок брюнет в тонком карандаше. И я тестирую новую тушь. Этот глаз накрасила, как обычно, кабаре и немного добавила фиксатора. Сейчас начинается влажный сезон, и мои обычные туши уже за счет формы века у меня начинают отпечатываться, поэтому пробую новую. Это Sea Cup Long называется. От Бересом она с корейской формулой, должна быть полуводостойкая. Так что вечером проверим, как пойдет. Ну и на веках тупо подводка и первомутровый тинт. По поводу тонального средства. Я категорически отказываюсь давать показания и требую своего адвоката. И еще моделей требую, потому что я не готова поверить, что в 2014-2015 году была создана настолько неудобная, непонятная основа, и кто-то ее может хвалить. Я думаю, что что-то у меня сегодня пошло не так. Поэтому посмотрим, как будет в течение дня. Но с каждым следующим продуктом начало становиться получше. То есть сейчас я уже, в принципе, не так ужасна. Насчет консилера. Очень удивительное явление то, что он жирноватый и липкий. И от этого он, как и похожий у Бэка, о котором я поговорила, подчеркивает вам мешок под глазами, которого особо не было. И мне пришлось пудрой уже корректировать эту глубину. Если вы хотите столь драматичного покрытия, пока, мне кажется, на основе того, что я уже знаю о нем, я больше бы посоветовала или HD Make Up For Ever, он потоньше, или же MAC Pro Long. Они просто более стойкие. Посмотрим, что будет далее. Прикол с консилером. Интересно, что очень многие пудры его подскатывают. Его скатывают и спрей для фиксации макияжа, водичка. Но жирный бальзам, блеск бальзам, его не растворяют. То есть я зашла за контур губ, вы видели, они были замазаны немного. Наношу средство на губы, а то, что было до, оно не смазывается и не стеряется. То есть все наоборот, от того, как мы привыкли. По идее масло должно удалять масло. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Вот тут и тут макроватый блеск. Там, где он совсем не нужен. Зато вся периферия лица, которую я не припудрила, она матовая-матовая, как капец. Мне бы хотелось наоборот. Ну или вообще все, чтобы было просто поживее. Вообще текстура средства очень заметна. Мне бы хотелось все-таки, чтобы это было не так. Ну для фото и видео, конечно, будет очень красиво. Но для жизни вот здесь прям мокро-мокро. Где-то красное, где-то неровности. Короче, пока провал. И снова привет. Я вернулась с работы. Прошло 11 часов 30 минут примерно. Я уже посчитала. Ну то есть в 8 вечера уже начала наносить макияж в 8 утра. Простите за мои неопрятные волосы. Уже устала от хвоста. Но неопрятнее моего макияжа, мне кажется, ничего быть не может. Вот это вот просто ужас. Причем мне сегодня весь день. Все говорят комплименты по поводу того, как я прекрасно выгляжу. Но лицо просто ужасно. То есть с расстояния нескольких шагов. Это даже симпатично, но вблизи. Мне кажется, консилер обладает эффектом превращения вас в бабулечку. И вот это, это, конечно, кошмар. Оно, в принципе, подтушевывается, но, видите, оно больше убирается. Нет, оно... Нет, это уже все. Оно просто как фарфор. Оно хрупкое и просто рассыпается. Такого, чтобы прям было настолько омерзительно, я давно не помню, и я пошла умываться. Все, я просто дальше вот в этом не выдержу. Это уже адская маска. Что-то пошло не так. Здесь более кремово. Здесь более пятнит. В общем, праймеры не совсем моя тема. И надо с совсем другим уходом пробовать абсолютно по-другому это наносить. Хотя консилер, в общем-то, неплох. Но не считая того, что вот здесь оно просто скаталось, и это просто даже... Не то, что кожа моя. Это просто кусочки тона. Вот здесь. Вот здесь. Короче, все, пошло не так. Ох, кошмар. Просто трэш. Все, пока. Желаю вам, дорогие, чтобы вас такого никогда не было.